Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Сегодня выкатим с вами из ангара и заценим СУ-85И. Это премиумная ПТ-шка Советского Союза 5 уровня. Почему будем обсуждать? По одной простой причине, потому что на данный момент в магазине есть предложение на покупку данной машинки за 2000 голды. 2000 голды к машинке идет легендарный камуфляж, ну на который я как правило плевать хотел, потому что мне и обычные камуфляжи-то в принципе устраивают, но дают и на том спасибо. Есть открытая полностью вся дополнительная оборудка, есть вот такая вот прикольная штучка сертификат на исследование танка, но если вам надо плюс 25% сэкономить исследуя танчик 5 уровня, то почему бы и нет. Есть вот такая прикольная штука, бустеры кредитов, они идут у нас эпические, их 30 штук, в принципе штука вкусная. Есть еще 10 раз по 5Х, но исключительно на СУ-85И. Это конечно не очень приятно, но в целом нормально. Если вам надо прокачать какой-нибудь танчик, то в наборе еще идет 7 дней према, что в принципе тоже приятно. И есть два контейнера с камуфляжами, но опять-таки я к камуфляжам отношусь спокойно, они ничего не добавляют в игре как правило, поэтому в принципе разговор о камуфляжах у меня всегда очень короткий. Есть да и есть, вот и все мнение. Что же касается совопредложения. Обратите внимание, СУ-85И можно купить и в принципе. Да, вот опустившись вот сюда вниз, у меня поскольку сушка есть, простите пожалуйста, поскольку сушка у меня сама есть, я ее покупал ранее, у меня здесь ее в предложениях нет. На другом аккаунте я посмотрел, ее в любой момент можно сейчас купить за 2300, но там вы получаете на удивление за 2300 абсолютно голую сушку. Здесь на 300 голды меньше, получаете ее полностью заряженной, еще и с камуфляжом и с дополнительными плюшками. Короче говоря, стоит ли она 2000, мы сейчас с вами заедем в замесик и соответственно заценим машинку непосредственно в бою. Оценим сейчас как обычно орудие, а дальше оценим все непосредственно в самом замесе. Углы склонения минус 5 вниз очень уныло, машинка предназначена для игры исключительно на ровных поверхностях. Зачем ей дали плюс 25 вверх, у меня как бы, то есть, ну остается знак вопроса висящим. Если вы знаете, напишите об этом в комментариях, навряд ли у вас тоже есть ответ на этот вопрос. Средний урон 200 единиц, для пятерки довольно неплохо и пробитие в 119 тоже плюс-минус нормально. Время перезарядки 6 секунд, я бы сказал, что для ПТшки, для пятого уровня шикарное и крайне приемлемое и играбельное. Время сведения, безусловно, оставляет желать лучшего, даже исходя из циферки, но по факту, как это выглядит, заценим непосредственно сейчас, когда ринемся в бой. И урон в минуту практически 2000 единиц, но его еще необходимо реализовать, поскольку ПТшка, она в принципе броней плюс-минус какой-то где-то как-то обладает, но все вот эти вот штуки-дрюки, они бьются только так, поэтому ПТшка явно не для прорыва, а для игры на третьей линии. Итак, погнали в замесик и посмотрим, на что она способна. Единственное, что я сейчас обратил внимание, я не одел амуницию, с амуницией она будет еще немножко поприятней. Я думаю, что закинемся во вторую каточку уже с амуницией, ну и заодно посмотрим, возможно, с амуницией будет прям совсем какая-то существенная разница. Пока мы заходим в бой, хочу попросить каждого из вас обратить внимание на желтый маленький шильдичек в правом нижнем углу, вот здесь вот он, вот, а, сейчас не покажу, мышка уже не работает, ну ладно. Короче говоря, там есть в правом нижнем углу желтый шильдичек, наведя на который вы можете в один клик подписаться на канал, поддержать этим мой канал, дать ему возможность развиваться. Ну а я, в свою очередь, буду радовать вас новыми интересными фановыми и полезными видео. Периодически какими-то советами вы сможете не пропускать время выхода этих видосов и, соответственно, не пропускать время начала стримов, на которых мы играем взводом абсолютно бесплатно, общаемся, проводим весело свое время. Ну, короче, качественно тратим времечко своего досуга на общение с себе подобными любителями танков. Итак, погнали. Подвижность машинки. Подвижность машинки шикандосная, как для ПТшки, но я бы сказал, что лучшего желать, это уже прям совсем наглеть. Вот сейчас обратите внимание, к нам прилетело и нас не пробило в маску орудия. Маска орудия действительно классная, но насколько часто вам именно в нее будет прилетать, здесь остается знак вопроса. Вот вам скорость сведения, которая оставляет желать лучшего. Сейчас погорячился, раньше выстрелил чем надо, побоялся, что откачусь, вот ровно как сейчас второй раз делают уже самую ошибку. А не будешь этого делать, ну тогда, соответственно, размениваться будешь не в свою пользу. По одной простой причине, потому что, как я сказал, бронирование оставляет желать лучшего, ну а соответственно, вам приходится как-то пытаться быстрее отыгрывать, для того, чтобы подольше пожить и в размене уходить не в минус, а в плюс. Скорость перезарядки орудия просто песня. Вот реально, мне настолько сильно нравится перезарядка этого орудия, что у меня не хватает слов для того, чтобы описать все восхищение им. Что же касается урона, да, для пятерки вроде бы урон-то в принципе и не плохой, да, то есть, но все-таки, ребят, это не средний танк, это ПТшка. И было бы неплохо, чтобы урончик был, ну, немножечко все-таки повыше, чтобы у нее хотя бы было там урона в районе 230, уже было бы существенно приятней. Я понимаю, что, возможно, я немножко наглею, и кто-то скажет, что он даже у того же КВ 774 единицы, что тебе еще надо выше, чем есть. Но все равно, ребят, как-то немножечко недостает этого. Особенно, если ты не имеешь возможности нормально танковать, то, соответственно, ты должен иметь возможность нормально уронить. Но и так, в принципе, ребят, обратите внимание, за наш бой мы сделали уже с вами 3 фрага. Я не знаю, что у нас там прям получится шикарного по урону. Вот давайте заценим точность стрельбы на АТшке. Но отстреливает, я не могу сказать, что прям плохо как-то отстреливает, довольно неплохо. Но обратите внимание, круг сведения все-таки великоват, и время сведения тоже все-таки немножко подкачивает. Даже, я бы сказал, очень-очень подкачивает. В любом случае, 4 фрага. Ребятки, 4 фрага, и, честно говоря, я получил удовольствие от этого боя. 1760 нанесенного урона, куча всяких медалек. Мы получили 56 тысяч серебрушки. Сейчас обратим внимание, знак классности первой степени. Из-за этого и серебрушки, в принципе, столько насыпало. И мы заняли первое место по урону с, согласитесь, существенным отрывом. Практически, практически на косарь мы нанесли больше, чем второй в нашей команде. Я считаю, что танчик, ну, отыграл довольно неплохо. Ну, либо я довольно неплохо отыграл. Кто как оценит, напишите в комментариях. Время сведения и время перезарядки увеличится у нас, ребят, несущественно. Даже если мы это дело поставим. Что же касается... Ну, не знаю. Наверное, все-таки вот так. Добавим канистру. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Обоснуйте обязательно свое мнение. Для того, чтобы другим, кто будет смотреть, было понятно, почему вы не согласны с тем, как я сейчас поставил амуницию. Итак, ребятки, закатываемся в следующую каточку. Посмотрим, что мы теперь сможем сделать с амуницией. И насколько с амуницией и без амуниции играбельность машинки разнится между собой. Хотелось бы отметить следующее. Однозначные плюсы данной машины. Очень быстрая скорость перезарядки, как для пятого уровня, для ПТшки. Очень классная, я бы сказал, шикарная динамика танка в отношении передвижения. То есть вы можете вполне спокойно разворачиваться. Я сейчас потрачу немножко времени. Не пойду веренусь в бой. Вот зацените, насколько она быстро разворачивается на месте. Это я говорю к тому, что в принципе против ЛТ-СТ, когда они пытаются вас закрутить, у вас есть возможность противостоять. В предыдущем бою, когда я добирал... Господи, кто там был, китаец или японец? Честно говоря, как-то запамятовал. Короче говоря, когда я добирал его, обратите внимание, что из-за туши КВ-1 я развернулся очень бодренько и очень быстренько. И для меня это не составило абсолютно никакого труда. Поэтому, что касается подвижности вот этой, в машинке вопросов нет. Что касается углов склонения орудия, вот стоя даже на... Ну, ладно, сейчас перекочусь. Короче говоря, мне углов склонения орудия вниз крайне не хватает. И мне не хватает времени сведения. Это я так уже плавненько перешел к минусам данной машинки. Потому что скорость сведения оставляет желать лучшего. Перекинусь на голду, так чтобы увеличить свои шансы пробить квасов в башню. Обратите внимание, что в принципе на голдушке ненамного меньше наносит урона, чем на обычных бронебойных. Итак, к минусам. К минусам отнесем посредственную бронированность. Но в принципе это и не удивительно, потому что все-таки дело мы имеем с ПТ, а не с каким-нибудь там, я не знаю, пускай даже средним танком, который должен быть чуть более бронированный. Хотя и предыдущий бой показал, что даже в маску орудия может прилететь. И, соответственно, пробития не будет. Ну вот время сведения, честно говоря, если бы добавили, было бы крайне комфортно, крайне приятно. И в то же время я бы сказал, что эта машина бы сразу превратилась в какую-то полуимбу. Потому что вот время сведения это и есть та ложка дегтя, которая должна была быть всыпана в эту, я бы не сказал бочку, но в такую баночку пятого уровня с медом, которая есть. Дабы все-таки дать возможность противникам противостоять и иметь какие-то шансы против нее. Потому что ездить и вот так вот просто накидывать во всех, у кого не лень, было бы еще проще. Ну и, соответственно, для противников еще более неприятно. А все-таки хотелось бы, чтобы в игре всегда сохранялся качественный баланс для того, чтобы всем было комфортно играть и катать свои танки. Короче говоря, плюсы и минусы очень простые. Зацениваются крайне просто, выкатившись в бой. Понятное дело, что не у всех эта машинка есть. И, возможно, вы сейчас смотрите это видео для того, чтобы понимать, брать себе ее или не брать. Выйдем в ангарчик и там заценим вопрос 2000 голды за эту машину. Стоит или не стоит? Вроня не пробита. Вроня не пробита. Не хватает. Вот видите, ребят, углов склонения не хватает. Ну прям капец. Вот сейчас бы чуть-чуть угол был бы поменьше. И я бы, в принципе, вполне спокойно бы выкатился. Добрал этого АТ-8. Вообще странно, честно говоря. Я в эту комбашенку бью-бью и все никак... Ну, наконец-то. Все никак пробить не могу. Возможно, фугасом надо было все-таки там одна единица. Но как-то, честно говоря, не подумал в полубое. Итак, ребят, закончился наш второй бой. Во втором бою мы сделали три фрага на этой машинке. Для тех, кто будет писать в комментариях, поскольку некоторые есть, кто пытается меня обвинить в том, что Wargaming мне платит деньги за рекомендации обзора танков, обратите внимание, что я просто зашел в игру, не вырезал ничего из нее, ничего не склеивал. Это реальные две катки на танчике, которые есть у меня в ангаре. Я не покупал его, он стоял у меня раньше. Ну, соответственно, я думаю, что обвинения будут излишни тому, что я делаю рекламу этому танку. Рекламу танку я не делаю. Констатирую факт. В первом бою 4 фрага и 1700 единиц урона. Во втором бою 3 фрага. Да, пускай мы добирали, но это, согласитесь, существенный вклад в победу команды минусовать стволы. И 889 единиц урона. Будем говорить 900 единиц урона. По результативности, по серебру мы в плюсе, и это приятно. И мы находимся в нашей команде просто в средничке. Вот так вот показал себя танчик во втором бою. Что бы хотелось отметить по танку? Танчик, он стоящий. И если у вас есть 2000 голды, которыми вы готовы, но не то чтобы пожертвовать, а которые вы готовы отдать за приятную фановую ПТшку, которую вы периодически раз в месяцок, раз в два месяца будете выкатывать на пятом уровне, чисто повеселиться. И вот так вот часто пошотить и поделать фраги. Не ради фарма, не ради медалек, не ради, хотя медальки, как вы видели, тоже можно на ней делать, а вот просто ради получения удовольствия, я бы сказал, что, наверное, эта машинка все же больше стоит 2000 голды, чем не стоит за нее отдавать их. Это было мое скромное субъективное мнение по поводу СУ-85И, которая висит сейчас в предложении за 2000 голды и честный ее обзор. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всегда буду этому рад. Всех благ, всего хорошего, мира вам главное и спокойствия.